приветик всем так сейчас готовлю плов с баклажанами в общем это не мой рецепт это я украла у Иры Аниконовой ну как украла она как бы разрешает и она готовила этот плов мне очень понравилось баклажанов меня это очень заинтересовало так смотрите в общем я делаю в мультиварке также какие мне такое что не понял с мультиваркой поставила жарку она что-то не идет пошло вот закинула что она меня отключилась видно перегрелась чуть-чуть закинула сейчас баклажанчики у меня будут жариться потом у меня пойдет также лучок морковка и паприка перчик перчик да и сейчас еще приготовлю рис надо рис промыть тоже хорошо и будем делать попробуем что же оно получится меня это очень очень заинтересовал такой рецептик то что будем так смотрите вот так поджарились мои баклажанчики естественно они уже уменьшились размера и сейчас я сюда уже добавлю все остальное добавлю лучок я все сразу же закину лук это неудобно держать камеры еще нету надо в гентаре будет камеру забрать потому что на телефон да говорите вы что там качество лучше но он падает но его некуда закрепить извиняюсь вот но его некуда закрепить мне и перчик сюда тоже салатный пусть она еще все обжарится здесь так минуточку я вас чуть-чуть потрясу пусть она сейчас еще все пожарится сейчас я опять поставлю на режим жарко потому что у меня уже проще так ссылку на иры видео я тоже оставлю под видео попробуем первый раз делаю так пусть дальше жарится теперь смотрите вот у нас все все уже поджарилась так хорошенько жарко у меня режим закончится сейчас я добавляю сюда рис кто-то мне постучаться это все выгребьте чтобы телефон не упал так стой миленький теперь надо сюда добавить воду немного потому что в мультиварке оно не сильно выкипает вода да не снили чуть-чуть еще не сильно выкипает поэтому воды всегда надо меньше чем в обычные кастрюли продает тоже всегда боюсь что вас сильно мало тоже не хватит вот что у меня сколько водички получилось видите чтобы немного было потому что если обычные кастрюли дело где-то воды на два пальца надо да здесь но я по надеюсь что этого достаточно будет так теперь естественно что нам надо посолить поперчить чесночок добавить все в общем кто что любит вот у меня первый раз сейчас вот попробую вот такая приправа для плова брала в русском магазине попробовать уже давненько уже забыла за нее ну вот как раз вспомнила сейчас добавлю не знаю что она будет по чуть-чуть наверное так же сольки овощи я не солила сейчас все добавлю а потом буду пробовать чесночок обязательно и перчик сейчас будем пробовать удобно если честно левой рукой надо сейчас подержать как-то правой не телефоном не очень удобно снимать если честно может быть качество и лучше но не очень удобно там хоть камере можно как-то держать мне кажется водички еще надо что-то мне не хватает все-все-все-все-все-все-все-все достаточно сольки чесночевое перчика и чесночка мне маловато чтобы не пересолить все соли нормально и лавровые листики лавровый листик так вот ну все и сейчас это поставим все тушить а у меня плов по моему у меня есть программа по моему плов поставлю посмотрим что у нас получится милость сейчас наша так смешно уснула так смотрите прошло как раз меньше даже чем 30 минут у меня плов ставится программа плов на час но я заглянула и уже я вижу что достаточно видите у меня уже все готово рис уже готов я сейчас выключаю и он у меня уже дойдет потому что я боюсь чтобы потом уже чересчур сухой небо видите там уже даже все практически там еще чуть-чуть если он как раз настоится будет все вот так что я попробовала ничего такой интересненький дима придет оценит так что ирочка спасибо большое за рецепт а потом еще отпишусь когда уже будем кушать его поедим я еще отпишу спасибо большое все готовьте я ссылочку оставлю под видео на ирин рецепт на ее видео все всем пока пока